Какие есть типичные сценарии? Сразу оговоримся, что часть сценариев проходит мимо аппликейшн сервера. Мы говорили, что статические документы у нас обрабатываются веб-сервером, фронтендом, персистентные соединения обрабатываются отдельным сервером, но тем не менее большая часть бизнес-логики веб-приложения обрабатывается аппликейшн сервером. И типичный сценарий можно выделить следующий. Первый, самый простой сценарий – это отображение объекта. Мы в дальнейшем обсуждении предполагаем, что объект хранится в реляционной базе данных. В нашем случае мы начали говорить про блок и посты в блоге, поэтому у нас объектом будет пост в блоге. Но в принципе объект может быть произвольной структурой, он может храниться в одной таблице, в нескольких, либо в разных базах данных, либо не только в базах данных. Это зависит от модели данных, которая есть в вашем приложении. Как правило, сценарий отображения одного объекта – это достаточно простой сценарий. Следующий сценарий – это отображение списка объектов. Здесь ситуация несколько сложнее. Все зависит от задания, которое стоит, от поставленной задачи. Это может быть как простейший запрос к базе данных, к одной таблице, так и очень сложная выборка, например, полнотекстовый поиск, либо что-то иное. Мы будем рассматривать два варианта загрузки данных из базы попроще и чуть посложнее. В большинстве случаев веб-приложения предоставляют возможность для изменения хранящихся в них данных. Это делается с помощью отправки HTML-форм. Поэтому третий важный сценарий – это обработка форм и изменения хранящихся данных. Когда мы говорим про какие-то изменения, все время возникает проблема авторизации. То есть мы в давляющем большинстве случаев не можем позволить изменять данные веб-приложении кому угодно. Мы должны знать, какой пользователь выполняет запрос. Поэтому четвертая важная функция в веб-приложениях – это авторизация, проверка авторизации и поддержание сессий пользователей. Вот эти четыре сценария мы рассмотрим детально. И есть еще два менее важных сценария, мы их коснемся поверхностно. Запуск фоновых процессов предполагает, что наше веб-приложение состоит не только из обработчиков HTTP-запросов, но и из каких-то фоновых процессов, например, очистка данных, которые все время работают. И интеграция с внешними системами. Ну, здесь понятно, большинство веб-приложений работают не в вакууме, а как-то взаимодействуют с внешним миром, зачастую с другими веб-приложениями, либо другими информационными системами. Итак, мы переходим к рассмотрению первого и простейшего сценария – это отображение объекта. Как мы говорили, мы предполагаем, что мы разрабатываем некоторую систему ведения блогов, поэтому основным объектом для нас является пост в блоге. Первое, с чего нужно начать, нужно определить, по какому урлу будет отображаться тот или иной объект. Мы предполагаем, что у нас объект будет отображаться по урлу slash-блог – это префикс нашего приложения в джанге. slash-post и далее некоторый текстовый фрагмент текста, about.me, например. Заметьте, что здесь мы использовали именно текст, не айдишник. Весьма часто здесь используют вместо текста просто число – идентификатор поста. Как правило, это идентификатор базы данных. Число обычно называют айдишником, а вот для фрагмента текста, который встречается в урле, есть специальное слово, его называют термином slag. Это, в общем-то, так принято в инфраструктуре джанга. Вот этот фрагмент называть слагом объекта. Что ж, URL-паттернс здесь довольно простой. Мы указываем, что захватываем определенный урл, захватываем из урла последовательность символов в переменную slag, и данный маршрут ведет к вьюшке post-details, которая будет показывать непосредственно, будет отображать страницу поста. Давайте перейдем, собственно говоря, к вью и посмотрим, как она выглядит. Вот вьюшка post-details. Это базовый такой пример. Что происходит? Во-первых, мы видим, что вьюшке есть параметр slag. Это тот параметр, который мы захватили из урла. И основной код состоит из вызова метода get. У нас есть модель post, мы взываем get. Важный момент при отображении объекта заключается в том, что объект может быть не найден. Простейший вариант, его удалили из базы данных. Поэтому ваш запрос, он может закончиться не получением объекта, а вот таким исключением. Post does not exist. Если это исключение не перехватить, оно приведет к появлению 500 ошибки, что некорректно. Любой ненайденный объект должен отображаться в виде страницы 404. Для этого в Django есть специальный exception, который нужно выбросить. Поэтому мы перехватываем exception does not exist и бросаем вместо него http 404. Собственно, вот и все. То есть вьюшка, как и обещалось, простая. Полученный объект, мы получили объект post, его нужно каким-то образом отобразить в виде HTML странички. Для этого мы используем механизм шаблонизации, делаем вызов метода, точнее функция render, указываем шаблон, который соответствует странице одного поста и передаем туда данные про сам пост. Здесь все просто. Но в этой вьюшке есть несколько допущений и недоработок. Например, вот это очень длинная конструкция, и неохота ее писать каждый раз. Поэтому в Django есть так называемые шоткаты. Шоткаты — это функции для выполнения типичных, так скажем, бытовых операций. Ну, один уже известный нам шоткат — это функция render, которая вызывает шаблонизатор. На самом деле шаблонизатор состоит из нескольких классов, вызывается более сложным образом, но шоткат render нас спасает в большинстве случаев. Для загрузки объекта из базы есть шоткат catObjectO404. Используется он следующим образом. Это просто функция. Первым аргументом функции передается класс модели, в нашем случае это post. А оставшиеся аргументы — это, собственно говоря, аргументы к вызову метода get. В нашем случае это условие выборки postLag. Если post был найден, мы получим переменную post. Ну, фактически код этого шотката мы видели на предыдущем слайде. Он позволяет нам сократить объем кода, который мы пишем. И вторая вещь, поскольку данная вьюшка предназначена для отображения данных, желательно это обозначить и использовать декоратор requireGet, который запретит другие запросы, например, метод post. Потому что данный URL предполагается, что он будет обрабатываться методом get, он будет отображать данные. Но принципиально код делает то же самое в большинстве случаев. Следующий момент — это отображение связанных сущностей. То есть, надо понимать, что в большинстве случаев страница поста состоит, скажем, не только из данных самого поста. То есть, что такое пост в блоге? Это заголовок и текст, по сути. На странице поста отображаются разные вещи, помимо самого поста. Категория этого поста, теги поста, автор, список пользователей, кому пост понравился, кому не понравился, динамика визитов. То есть, куча данных, связанных с конкретной записью. Это дополнительный контент на странице. Каким образом нужно отображать эти данные на странице поста? Например, представим, что у нас есть таблица с лайками, либо с голосами пользователей. И мы хотим вывести показания текущего пользователя. То есть, отношение текущего пользователя к данному посту. То есть, лайкал он этот пост, не лайкал. Если там лайкал, то там какой балл ему поставил, какую оценку. Для этого, помимо загрузки самого поста, мы вызываем метод вот такой вот. Votes.filter. То есть, с данным постом связан объект голосов. Вот это RelationVotes. И фильтруем список голосов по текущему пользователю. То есть, тот голос, который отдал текущий пользователь. Получаем, соответственно, первый объект. Ну, поскольку предполагается, что один пользователь за один пост может один раз голосовать. Может случиться так, что пользователь не голосовал. В таком случае мы перехватываем исключение. Это не ошибка, это нормальное состояние. И возвращаем вместо этого None. Далее. Для страницы поста мы будем показывать категорию и список тегов. Для того, чтобы загрузить из поста категории, мы воспользуемся методами модели. Вот у нас сгенерирован метод категории, точнее, свойство у объектов постов, которые загружает объект категория, связанный с ним. И свойство Tags, которое позволяет нам получить полный список тегов, связанных с этим постом. Мы про это говорили, когда обсуждали Django Models. В результате у нас данные, которые передаются в наш шаблонизатор, их стало больше. Помимо поста мы передаем явно категорию, явно список тегов, явно голос пользователя. Ну, здесь тоже все довольно просто. То есть, если нам нужны дополнительные данные, вы должны их загрузить внутри View и передать в контекст шаблонизатора. Во многих случаях в Django можно обойтись без вот этого кода. То есть, мы видим, что наш код, он раздувается, у нас появляется дополнительная загрузка. Здесь дополнительная логика, вот здесь вот дополнительная логика, хотя она довольно элементарная. Во многих случаях можно обойтись только шаблонизатором. Мы знаем, что в шаблонизаторе Django присутствует такая фича, такая возможность, как вызов методов объектов и вызов свойств без возможности передачи аргументов. Поэтому, если мы не загружали дополнительных данных, то есть, например, вот это не загружали и вот это не загружали, мы можем в шаблоне загрузить данные непосредственно из шаблона. То есть, у нас есть объект Post. Мы из шаблона обращаемся к свойству категории, получаем уже объект категории, связанный с постом, выводим ее в заголовок. То есть, простейшие обращения от одной модели к связанным можно делать и удобно делать непосредственно из шаблона. Соответственно, здесь вводится название поста. Во второй строчке показывается пример, как пройтись по всем тегам поста. То есть, мы обращаемся к связи тег, которая есть в посте, точка old, чтобы получить querySet. И для каждого тега мы выводим ссылку на имя тега. То есть, если вам нужно просто отобразить, сделать простейшую загрузку, нет смысла эту загрузку делать во view. Это можно перенести в шаблоны. Но тут нужно соблюдать баланс. Слишком много кодов в шаблонах, это, в общем-то, плохо. Далее. Нужно обратить внимание на третью строчку, каким образом мы выводим ссылку на конкретный тег. Здесь важно две вещи. Во-первых, мы не формируем URL внутри шаблона. Мы вызываем некоторое свойство, либо метод getURL. Второе. Мы не выводим какое-то конкретное поле объекта тег. Мы выводим как бы тег целиком. То есть, у нас есть тег. Тег на самом деле это объект, экземпляр модели. Но мы его выводим как бы как строчку. Для того, чтобы вот эта строка корректно работала, в моделях нужно определить специальные методы. И вот эти методы, которые показаны на этом слайде, это, в общем, полезные, общепринятые такое соглашение. Во-первых, метод подчеркивания, подчеркивания Unicode. Это метод так называемой стрингификации объекта. То есть, этот метод позволяет любой объект представить в виде строки. Когда питон пытается преобразовать объект в строку, например, при печати с помощью, при использовании оператора форматирования, либо при выводе в шаблоне, проверяется наличие этого метода. Если этот метод присутствует, он вызывается. Этот метод должен вернуть Unicode в строку. Ну, в нашем случае он возвращает значение в поле title. Это позволяет вам не плодить лишний код в ваших шаблонах. И в сложных системах, где теги могут отображаться в десятках страниц, это позволяет централизованно изменить отображение тега. Второй важный подход – это метод, который возвращает URL к странице данного объекта. То есть, предполагается, что у некоторых объектов есть своя страница. Ну, понятно, что у поста есть своя страница. У тега тоже есть своя страница. Как правило, на этой странице написан заголовок тега и список постов. Вместо того, чтобы во всех шаблонах копировать URL, мы вызываем метод у модели тег, который у нас описан в одном месте. Собственно говоря, здесь мы используем reverse routing, про него мы тоже говорили. Указываем имя роута и передаем аргументы. Таким образом, строится абсолютный путь к данной модели. В общем-то, это все приемы, которые хотелось бы обсудить, которые используются при отображении одной модели. Важным, еще раз хотелось бы здесь отметить, то, что мы стараемся размещать код, как можно больше кода в моделях. Про этот паттерн я уже говорил, и к нему мы возвращаемся еще раз. Мы видим, что в данном случае мы разместили в моделях метод, например, построения полного URL. Это важно, это позволяет избавиться от дублирования в других частях системы. Перейдем к следующей схеме, к следующему сценарию. Это отображение списка объектов. Помимо страниц одного поста, нам хотелось бы иметь на нашем сайте, в нашем веб-приложении, список постов. Причем очевидно, что эти списки будут разными, разных видов. Например, самые популярные посты, свежие посты и так далее. И очевидно, что если наш сайт более-менее популярный, эти списки не умещаются на одном экране. Давайте начнем с простейшего варианта. Представим, что у нас есть запрос на список просто всех постов опубликованных. Порядок в данном случае для нас не важен, пускай он будет тот, который предполагает модель по умолчанию. Мы говорили, что в модели есть специальный класс мета, в котором можно задать порядок сортировки модели по умолчанию. Итак, мы создаем в URL Spy специальный маршрут, который ведет к нашей вьюшке. Вьюшка у нас называется list all. Что мы должны получить в итоге? Мы должны отрисовать страницу. На странице должно быть какое-то определенное количество постов, например, 10 штук. И должны быть специальные гиперссылки для передвижения к следующим страницам. Так называемый механизм погенации, либо постраничного отображения. Поэтому в шаблонизатор мы должны передать список объектов и специальные данные для механизма погенации. С чего начинается код нашей вьюшки? Он начинается с того, что происходит создание query set. query set – это основная выборка, которая показывает, какое множество постов мы будем отображать. В данном случае мы отображаем все опубликованные посты. Далее. Мы должны каким-то образом определить, опубликованных постов много, мы должны определить, какую часть опубликованных постов мы отображаем. Для этого используются два get-параметра. limit и page. Limit передают редко, обычно он использует значение по умолчанию, 10 постов на страницу. А параметр page указывает, какую страницу в листинге мы смотрим. Первую страницу листинга, вторую страницу листинга, третью страницу листинга и так далее. После того, как у нас есть query set, в нашем случае это post, и параметры погинации, это две переменные limit и page, создается специальный объект погинатор. Погинатор – это несложный объект, который рассчитывает все необходимые параметры для подстраничного отображения. Вот эту строчку мы пока пропустим, ее значение объясню позже. После того, как объект погинатор создан, мы получаем конкретную страницу. То есть мы вызываем метод page, передаем ему номер страницы, и в ответ получаем объект страницы. Мы использовали то же самое имя переменной, потому что оно, в принципе, адекватно отображает смысл того и другого. Но теперь у нас page уже стал специальным объектом. Django.core.poginator.page. Специальный класс объекта. У этого объекта есть метод objectList, в котором будет находиться уже список постов, относящихся к данной странице. И, собственно говоря, все эти три объекта мы передаем в наш шаблон. То есть вот происходит вызов шаблонизатора. Например, мы передаем как список постов для отображения, так и объекты page и pagination для отрисовки навигации. Как отрисовать список самих постов, понятно. Мы обсуждали это на примере, когда говорили про шаблонизатор. Как выглядит фрагмент шаблона, который отвечает за отрисовку навигации? В нашем случае мы использовали верстку из bootstrap, то есть из CSS-фреймворка bootstrap. В начале мы выводим обертку и проходим в цикле по переменной page range. Погинатор page range. В этой переменной содержится список всех страниц, которые будут отображаться рядом с текущей. То есть, когда вы выбрали какую-то страницу, например, 55-ю, в погинаторе показываются соседние с ней страницы. Вот они находятся в переменной page range. Далее мы проходим в цикле. Если номер страницы, который мы сейчас выводим, совпадает с текущей страницей, мы ставим ей специальный класс active, чтобы в погинаторе мы видели, на какой странице мы в текущий момент находимся. И далее нам нужно вывести гиперссылку на определенную страницу, на n-ную страницу нашего листинга. Это делается с помощью, собственно говоря, тега a, гиперссылки. Но нам нужно знать какой-то url. То есть, мы знаем, что номер страницы мы знаем, но нам нужно знать какой-то основной url, который этот номер страницы приклеивать. Поэтому здесь используется переменная base url, которую мы передали на предыдущем слайде. Вот указывается base url. Собственно говоря, это переменная. У нас, видите, что здесь указан параметр как раз вопрос page. К этому параметру приклеивается номер страницы и получается url следующей страницы. Таким образом, у нас верстка погинатора – это просто список гиперссылок на нужные нам страницы. Здесь сделано не очень красиво. Base url у нас записан непосредственно в коде view, причем он записан в виде строки. Мы не использовали reverse routing, мы захардкодили параметры, но это было сделано, в общем-то, для уменьшения объема сниппета. На практике, конечно, рекомендуется не хардкодить. Итак, мы рассмотрели view, которая подготавливает данные, и шаблон, который отрисовывает погинатор, то есть навигацию для HTML верстку для навигации, для постраничной навигации. Теперь давайте рассмотрим чуть поподробнее объекты погинатора Page. Это два класса, которые идут в комплекте с Django. Они помогают нам с погинацией. Итак, первое – это объект погинатор. Погинатор – это точка входа в механизм погинации. Чтобы построить постраничный листинг, вам нужно, во-первых, получить некоторый query set, во-вторых, получить параметры Page и Limit, в-третьих, создать объект погинатор, куда передан query set, и, соответственно, количество объектов на страницу. В-четвертых, вызвать метод Page. При вызове этого метода будет осуществлен конкретный запрос, будет произведен расчет погинации, и, соответственно, вы получите объект Page. Какие есть свойства и методы у объекта погинатор? Свойства count. После того, как вы создали погинатор, у него есть свойство count, который показывает полное число объектов. На самом деле, погинация – это чисто несложная математическая процедура. Единственное, что ей нужно знать – ей нужно знать полное количество объектов, которые соответствуют данной выборке, то есть данному query set. Вот это число объектов погинатор рассчитает и сложит в переменную count. NumPages – это полное число страниц. Ну, собственно говоря, производится деление числа объектов на количество объектов на страницу, плюс учитывается, что последняя страница может быть неполной. PageRange – собственно говоря, список страниц. Основной метод – это метод page. Метод page позволяет получить n-ный объект page, то есть загрузить n-ную страницу из объектов из нашей базы. При вызове этого метода непосредственно загружаются данные из базы данных. Какие есть свойства у объекта page? Во-первых, есть свойства object-list. Это список объектов на данной странице. Ну, тех объектов, которые уже нужно отображать. В нашем случае это список постов. Number – порядковый номер страницы. Ну, он совпадает с тем, который мы передали вот сюда, фактически n. Ну, для той страницы, если мы отображаем текущую, если мы отображаем следующую, там будет на единицу больше. И у метода page есть большое количество всяких вспомогательных методов, которые нужны при отрисовке разных видов шаблонизатора. Например, есть следующая страница, есть ли предыдущая страница, номер следующий, номер предыдущей страницы и тому подобные методы. Итак, помимо того, что у нас есть, в общем-то, готовое решение для погенации во фреймворке Django, есть еще несколько важных правил, которые нужно помнить вообще при отображении любых листингов. Нужно проверять валидность параметров page и limit. Если вы используете простейшие выборки, то, скорее всего, даже неправильные и вредные параметры они вам не навредят, потому что они будут заэскейплены Django Models. Но вообще это хорошая и правильная практика проверять пользовательский ввод. Итак, проверять валидность параметров page и limit. Если вам вдруг были переданы какие-то неправильные параметры, например, буквы вместо цифр, либо отрицательный номер страницы, следует отображать 404 ошибку. В большинстве случаев неправильные параметры означают, что такой страницы не существует и нужно показать ошибку 404. Крайне желательно ограничивать максимальное количество объектов на страницу. То есть проверять, что параметр limit не больше с какого-то разумного числа, например, тысячи объектов. Дело в том, что вот это количество объектов, оно будет загружено, оно, во-первых, будет выбрано из базы. Это будет, скорее всего, медленный запрос. То есть чем больше лимит, тем больше объектов загружаются с диска, тем медленнее запрос. Во-вторых, эти объекты будут загружены в память, и они будут в цикле отрисованы шаблонизатором. То есть это нагрузка на базу данных, это большое потребление памяти вашим application сервером, это большой HTML, и это, собственно говоря, большое время ответа. Поэтому крайне желательно с точки зрения безопасности в веб-приложении ограничивать максимальное количество данных, которые вы отдаете за раз. И есть такая особенность отображения пустой страницы последней. Дело в том, что когда пользователи часто смотрят там первые несколько штук, и часто смотрят последнюю страницу. Если список объектов активно меняется, то с момента, когда пользователь увидел погинатор, до момента, когда пользователь щелкнул на последнюю страницу, количество объектов может уменьшиться. Например, там посты... Ну, с постами это не очень актуально, скорее с короткоживущими объектами, типа комментариев. Их удалил модератор, их убрали сами пользователи, что-то еще изменилось. И номер страницы, который раньше был актуален, последний, он стал неактуальным. То есть количество страниц уменьшилось. В таких случаях желательно помнить, что человек хотел увидеть не просто страницу с номером 999, а он хотел именно увидеть последнюю и показать ему последнюю страницу, пусть даже с другим номером. Вот реализацию этих правил мы можем посмотреть в таком сниппете. Здесь приведена функция Paginate. Функция Paginate, собственно говоря, рассчитывает параметры погенации для произвольного Query Set, то есть она не зависит от какого-то конкретного типа объектов, там посты или что-то другое. Ей передается два параметра. Объект Request и Query Set Request, потому что эта функция интенсивно работает с get-параметрами, ей нужен объект Request. Первое, что мы делаем, это мы загружаем загружаем параметр Limit, указываем значение по умолчанию, потому что лимит часто не передают, и мы делаем преобразование в int. Преобразование в int это такая примитивная валидация, то есть если преобразование не прошло, значит вам пытались передать что-то неправильное. Если произошла ошибка, ну, можно ругаться, можно поставить просто значение по умолчанию, не так плохо. Если мы превысили какое-то максимальное значение, например, 100, если мы превысили максимальное значение, мы опять-таки ставим значение по умолчанию, 10, то есть это защита от большого объема данных. Итак, это мы загрузили параметр Limit, получили параметр Limit. Параметр Page можно было, в принципе, загружать аналогично, ну вот, да, мы его здесь аналогичным образом и загружаем. Только значение по умолчанию у нас 1. Также мы преобразуем в int, целое число. Но если у нас что-то не получилось, то есть преобразование не удалось, мы в данном случае возвращаем 404. То есть неправильный номер страницы. Здесь, на самом деле, тоже можно было 404 возвращать при неправильном лимите. Это такой дискуссионный вопрос. Далее мы создаем объект пагинатор с переданным кверисетом и с указанным лимитом. Мы пытаемся произвести непосредственно загрузку данной страницы. Если мы проскочили последнюю страницу, пагинатор выбросит специальное исключение, Empty Page. То есть это как раз случай пустой последней страницы. В таком случае мы загружаем данные не по номеру страницы, а по переменной пагинатор NumPages. То есть пагинатор, он всегда знает, сколько на самом деле страниц на данный момент. Поэтому мы загружаем страницу по данным пагинатора. Ну и в итоге мы возвращаем переменную Page, из которой можно получить и список объектов, и сам объект пагинатор. Итого, вот эта функция, в общем-то, такой полезный шоткат на самом деле. Я думаю, его можно было бы перенести в Django Shotcuts, в принципе. Он позволяет вам добавить пагинацию практически к любому листингу объектов. Теперь давайте рассмотрим еще один, чуть более сложный сценарий загрузки данных, так называемый Progressive Loading. Последовательная загрузка Progressive Loading стала популярна в последнее время с ростом популярности социальных сетей и мобильных приложений. В этих случаях последовательная загрузка это естественный способ читать, например, ленту новостей и весьма распространенный прием на данный момент. Помимо дизайна, в Progressive Loading есть некоторые технические преимущества. Сейчас мы рассмотрим, какие. Чем плоха постраничная загрузка объектов? Почему нельзя использовать постраничную загрузку для, например, ленты новостей в социальной сети? Дело в том, что постраничная загрузка хорошо работает только в том случае, когда известно общее число объектов. То есть, когда вы знаете, что под выбраны указанные условия, под данный запрос попадает, ровно тысячу объектов. В таком случае легко разделить их на количество объектов на странице и получить погенацию. В некоторых случаях посчитать полное количество объектов, которые попадут в выборку, очень тяжело. Вот пример, немножко надуманный, но, в принципе, имеющий примеры в реальности. Допустим, у нас есть блок, и нам нужно отображать все посты в порядке их добавления, но так, чтобы подряд не было более одного поста из одной категории. Ну, то есть, чтобы у вас рядом два поста из одной и той же категории не находились. При этом, как правило, еще требует не просто второй пост отбросить, а сделать его каким-то, какой-то маленькой ссылочкой. Но по факту, с точки зрения пользователя, он будет видеть 10 основных постов. Как это реализовать? В принципе, можно написать SQL-запрос, который каким-то образом с-join'ит таблицы и сегрегирует данные так, чтобы у нас на выходе получилась требуемая выборка. Но, скорее всего, этот запрос будет работать крайне медленно и потребует загрузить все данные из таблицы, что на практике, конечно, неприемливо. Поэтому мы не можем построить такой SQL-запрос, соответственно, не можем посчитать количество данных. В нашем случае удобнее загружать данные последовательно, то есть небольшими кусочками до тех пор, пока не будет загружено необходимое количество. То есть нам нужно реализовать прогрессив лоудинг. Собственно говоря, как мы будем решать такую задачу? Я предлагаю взглянуть на код функции. Вот этой. Сразу заметим, что этот код, который связан с выборкой данных, мы разместили в Model Manager. То есть, как предполагается этот код, это, собственно, реализация бизнес-логики, реализация хитрого требования. Поэтому его нужно размещать в моделях. Мы его разместили в Model Manager, который обслуживает модель пост. Это важно. Можно было бы написать этот код во вьюшке, но это был бы антипаттерн FAT-контроллер. Основная выборка у нас представляет собой просто выбор объектов в порядке убывания их идентификаторов. Здесь мы закладываемся на тот факт, что идентификаторы у объектов идут в порядке увеличения. Вообще, это не всегда так, но в базе MySQL это, в принципе, таким образом работает. Мы используем именно сортировку по идентификаторам, потому что идентификатор проще передавать через URL. На практике, конечно, лучше использовать какой-то timestamp, время. Мы получаем Query Set, который соответствует выборки всех объектов в порядке убывания их идентификаторов. Создаем временный список для получения результатов. То есть список Res это то, что мы вернем в шаблонизатор для отрисовки. Если нам передан какой-то если нам передан параметр Synth, мы добавляем дополнительное ограничение, что идентификатор объекта ID должен быть меньше этого условия. То есть это позволяет нам вот если грубо говоря вот так изобразить таблицу от 0 до максимального ID. Вот это параметр Synth показывает нам, что нужно показывать не сверху, а с какой-то середины середины. То есть начинать выборку не с самого начала, а с второй части таблицы. Если нам параметр Synth передан, мы накладываем дополнительное ограничение на данный QuerySet. Окей. В данном случае запросов к базе еще не было. И дальше мы начинаем последовательно перебирать объект из данного QuerySet. Причем мы указали здесь ограничение, что делаем запрос с ограничением 1000. То есть мы выбираем где-то вот так из таблицы 1000 элементов. Грубо говоря. Так, здесь небольшая опечатка. Если у нас массив Res пустой, мы добавляем собственно говоря следующий элемент из выборки в него. Если у нас массив не пустой, мы проверяем, что последний добавленный элемент, что его категория отличается от категории текущего объекта. То есть если следующий объект, который мы добавляем в результирующий массив, у него другая категория, то мы его добавляем. Вызываем метод append. Иначе мы его отбрасываем. Ну, здесь оговорился, что мы можем его уже не отбрасывать, а добавлять там каким-то особым образом, то есть в качестве дополнения к предыдущему объекту. Как только мы набрали определенную необходимую длину массива рез, мы выходим из цикла и возвращаем массив. Что здесь важно? Длина массива рез у нас будет не больше, чем указанное число, то есть не больше, чем лимит. Но при этом перебрать объектов из базы возможно придется несколько больше. То есть мы возвращаем пользователю 10 объектов, а пройти возможно нам пришлось 30 объектов, а загружали мы не больше тысячи. Собственно говоря, это позволяет нам реализовать выдачу первого кусочка для оговоренной нами выборки, то есть в порядке убывания айдишников, но без дублирования категорий. В следующий раз мы знаем, что у нас есть какой-то последний объект, который попал в выдачу result. Мы возьмем параметр sins из него и повторим уже вот отсюда. Теперь каким образом данная выдача используется во view и в шаблоне. Здесь все довольно просто. Вот пример view. мы видим, что из-за того, что мы код вынесли весь в Model Manager, view остался простой и в принципе содержит только связки. Что мы делаем? Мы получаем параметр sins. Поскольку не указано дефолтного значения, используется метод get для получения, дефолтного значения не указано, он будет none. Если в урле не передано sins, то sins будет none. далее мы вызываем уже реализованный нами метод main. Получаем список постов. В отличие от большинства выборок с использованием Django models, важно понимать, что здесь именно действительно список. То есть не query set, а именно список list. но это не так критично в данном случае, потому что мы будем просто отображать. Далее мы вызываем шаблонизатор, передаем посты и передаем параметр sins, который совпадает с идентификатором последнего отрисованного нами поста. View довольно простой, а шаблон еще проще. то есть в шаблоне поскольку у нас нет сложной структуры погенации у нас есть только одна кнопка дальше. Мы ее можем легко реализовать с помощью гиперссылки. Например, вот так. То есть это URL, который ведет на данную view и параметр sins, который будет совпадать с идентификатором последнего поста. Давайте еще раз повторим, чего мы достигаем таким подходом. С одной стороны у нас получается удовлетворить наш первоначальный хитрый запрос. С другой стороны мы можем загружать данные последовательно и в принципе досмотреть при необходимости до конца страницы. С третьей стороны, если мы вернемся к нашему коду к нашему очень важный момент заключается вот здесь ограничение лимит 1000. Это означает, что мы выбираем из базы ограниченное количество записей. Причем, поскольку идет выборка по условию накладывается на поле ID, это первичный ключ, по первичному ключу всегда есть индексы, то эта выборка будет быстрой. Фактически она, по крайней мере в MySQL точно, она затронет не больше 1000 объектов на диске. Это гарантирует, что данный запрос будет работать довольно быстро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА